Эти соревнования заключительны в серии Гран-при России по горному бегу. Финал проходит в рамках первенства Сочи, в котором участвуют все желающие, независимо от возраста и спортивной составляющей. Среди юных атлетов большинство сочинцев, а вот бегуны постарше в основном гости регионов. Бизнесмен Николай Крупин специально приехал из Ивановской области, чтобы поучаствовать в первенстве, ведь ему два года подряд удавалось взять Кубок России среди ветеранов. В этом году приехал также на эти соревнования. Несмотря на занятость, на сложность в работе, я приехал поучаствовать, потому что мне понравилась сама атмосфера. Здесь в этих соревнованиях необычная дистанция, просто забежать в гору и сбежать. У нас в центре России эти этапы проводятся по принципу вверх-вниз, значит, такой змейка. А здесь вот один подъем вверх, один подъем вниз. Но, казалось бы, простой этап вверх и вниз тоже имеет свои сложности. Дистанции распределялись в соответствии с возрастом. Самым маленьким в общей сложности нужно было преодолеть 900 метров, постарше – 1800. Ветеранам задача посложнее. Там расстояние варьировалось от 3600 до 7200 метров. 23 числа – это второй этап. Это тоже городские соревнования. Плюс здесь идут российские соревнования. Кубок России по горному бегу вверх. Здесь, конечно, уже присутствуют спортсмены более высокого ранга, такие более качественные спортсмены. Бегут они вверх 7 километров. То есть, начиная роза плата и заканчивая роза пик. Это хребет горы Аибга. Последний этап 11-го по счету Кубка России пройдет 25 октября. Там будет и маршрут посложнее, и дистанция – 28 километров от «Газпрома» до «Хмелевских озер». Победители в личных и командных зачетах определяются по результатам каждого этапа. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.